Первый раз в жизни провожу вебинар, и у меня, конечно же, есть план занятия, но прежде чем мы будем двигаться по какому-то плану, хочу сказать, что для меня сегодняшний вебинар – это вот тему, как определенная творческая лаборатория, в которой мы сможем с вами поговорить о важных вопросах для нашей жизни. И, конечно же, в объявлении было написано, что я успешный человек, то многие идеи, которые я вынашил в своей жизни, они стали удачными идеями, успешными, что у меня получилось достичь некоторых значимых решений, в финансовом плане значимых, в плане построения проектов, систем, команд. И, конечно же, я хочу начать с одной такой истории, которая, возможно, кому-то напомнит вас самих или как вы сегодня живете. Получилось так, что я за свою жизнь три раза был банкротом. Получилось так, что последний раз я был банкротом в 2001 году, но это не было следствием ошибок. Я изменил образ жизни, систему мышления и решил начинать абсолютно новую жизнь, оставив достаточно большой бизнес, который у меня был на тот момент, добровольно из него выйдет. И после того, как я вышел из этого бизнеса, я случайно встретил одного человека, который мне сказал, что он на меня обижен, имеет претензии, потому что однажды я недорассчитался с ним под одной из дел, у меня была возможность предъявить ему претензии и не дождать деньги. И он очень сильно повлиял на меня, я забыл о том, что моя жизнь имеет обязательства для людей, которые я должен закрыть, как человек честный, порядочный, каким я хочу быть, каким я стремлюсь быть. И я написал себе список людей и написал суммы, как мне кажется, сколько я должен вам денег. Получилось 250 тысяч долларов США, это был добровольный долг, который я осознанно на себя взял, я позвонил каждому из тех, кто был в списке и сказал, что буду с вами рассчитываться. Это были тяжелые, капельные жизни. Я жил в квартире со своими родителями, со своей женой, со средним сыном, и мой младший сын родился в квартире у моих родителей, и я, в принципе, переживал тяжелые времена, и сегодня я могу об этом шутить. Я говорю, что я был солистом группы Бомжови. Почему Бомжови? Потому что, когда ты влиятельный человек, у тебя есть деньги, идеи, успех, все идут к тебе, признают свою значимость. Потому что, когда у тебя в жизни набор проблем, нет идей, нет понимания, что точно сделать, или как состояться, или как справиться с долгами, немного людей выражает искреннее желание тебя поддерживать. И поэтому небольшое количество людей выражало желание меня поддерживать. Я чувствовал себя достаточно одиноким. И поэтому пять лет, условно, я был в некотором смысле Бомжови. Что означает этот термин? Этот термин означает некую внутреннюю изоляцию, в которой я находился. То есть я был серебристарем вообще качеством моей жизни, ее пониманием, я не понимал, есть ли смысл вообще в том, что я делаю, в том, что я живу. И несмотря на то, что я был окружен родными, близкими, людьми, с которыми я каждый день общался, я испытывал глубокую внутреннюю недовлетворенность, которая не давала мне шанса наслаждаться жизнью и двигаться быстрее. И проиллюстрировать эту недовлетворенность я могу на одной реальной истории, с чего она вообще возникала. Но в то время я работал уже руководителем фабрики, фабрика союзного значения, но она была с большими долгами. И я, в принципе, и взял на себя ответственность, вывезти ее из долгов, разбираться с проблемами большого предприятия. При этом все, что я зарабатывал в то время, я добросовестно постоянно отдал. Вот деньги, которые приходили мне в руки, мне нужно было их кому-то постоянно отдавать, потому что 250 тысяч долларов, это достаточно большие деньги, которые за один день заработать не получалось. Я приезжал на работу и в натуральном смысле слова целыми днями голодал. Вот одна из историй. Я сижу на работе в рабочее время, у меня в кармане есть свой шуток, одна гривна. Я целый день думаю о том, что поеду назад домой на метро, у меня был праздной абонемент, поеду на метро и когда выйду из метро, подойду к ларьку, рядом с нотровым, мы себе беляж. Знаете, когда человек голодает, мысли о еде не особо острые. И когда ты на протяжении всего рабочего дня находишься в каком-то помещении и ничего не ешь, и думаешь о том, что вот-вот, когда закончится рабочий день, и ты ешь что-то вкусное, что вызывает у тебя заведомый восторг, ты в это полностью погружаешься, фокусируешься, ждешь, когда рабочий день закончится. И вот это произошло, я радостный побежал, добежал, сел на электричку в час пик, ехал из центра на левый берег, встал подворение, но жизнь меня радовала, я жил ожиданием того, что что-то приятное вот-вот со мной произойдет. И когда я вышел в место, где продавались беляши, я подошел к женщине, к беляшнице. Но я, в принципе, хотел купить или беляш, или чебурек. Ну, на момент, когда я подошел, мне захотелось чебурек. И я попросил ее, говорю, дать мне чебурек. Знаете, женщина такая жизнерадостная, она его так красиво свернула, завернула его в такую бумажку засаленную, дала мне, я его понюхал и отдал ей рубль. Она посмотрела на меня и сказала, а еще и 15 копеек. Я спросил, в каком смысле 15 копеек? Она сказала, сегодня стоит рубль 15. Я сказал, ну вчера стоила рубль. Она сказала, подорожала. И знаете, что со мной произошло? Я вернул чебурек назад, по той причине, что у меня не было 15 копеек. Смотреть по сторонам, у кого-то просить я не хотел. Я целый день сидел голодный, целый день думал о том, что я поем. И вот финал дня. У меня есть рубль, я не могу поесть. И я откажу от этой женщины. Иду и думаю о том, что жизнь несправедлива ко мне. О том, что у меня такой колоссальный потенциал, что я такой прекрасный, как мне кажется, человек. Что я так нравлюсь тебе, когда смотрю на себя в зеркало. Что я такой молодец. Что я заслуживаю многое. Не могу себе позволить в данный момент купить чебурек. И я шел и страдал, как солист группы Бомжоли. Чувствуя себя одиноким, беспомощным, никому не нужным. И когда я говорю о чебуреке сегодня, у каждого есть свой чебурек. Возможно, кто-то не может купить квартиру, кто-то не может купить дом, кто-то не может купить ту машину, которая мечтает. Кто-то не может поехать в отпуск, в то место, куда он хотел бы поехать. И по этому поводу мы страдаем. По этому поводу мы ощущаем себя порой беспомощными, порой слабыми. И для нас это вызов. И это точно такой же вызов для вас, как тогда был для меня. Сама по себе история, она просто иллюстрирует неспособность или невозможность сделать что-то, что ты в данный момент хочешь именно по причине ограниченного финансового ресурса, отсутствия достаточного количества денег. И этот семинар, ну, вернее, вебинар, на котором мы находимся, и то, о чем мы с вами говорим, обещает вам в первую очередь приобрести понимание о жизненной эффективности. И первый совет, который я хочу сейчас вам дать. Мы с вами живем в веке высоких скоростей. Технологии меняются очень быстро. Что не полгода выходит новый айфон, и мы пытаемся куда-то деть старый, купить новый. Меняются модели автомобилей, меняются технологии ремонта, дизайна, производства одежды. И мы пытаемся успеть за всем, что нас окружает, распыляясь на поиск и на понимание того, как же нам получить правильную информацию, и как же нам получить такую информацию, которая даст нам возможность стать успешными, достичь того, чего мы хотим. Первый совет, который я хочу вам дать. Избавьтесь от информационного хлама, который атакует вашу жизнь. Вы смотрите меня сейчас через интернет. И я знаю, что прежде чем вы зашли сюда на сайт, где вы меня сейчас видите, вы листали еще какие-то страницы и смотрели большое количество материала, которые вам предлагают разные компании, разные системы, и они пытаются затянуть вас в мир, в котором обещают вам изменения в вашей жизни. И первое мое убеждение, что любая информация, которая ясна, четко, просто, не объясняет вам и не дает вам возможность иметь конкретно больше денег, не улучшает ваше влияние на рынки, увеличивая ваши продажи, является информационным хламом. Есть вещи, которые связаны, например, со здоровьем. Я не сомневаюсь, это полезная информация. И есть вещи, которые связаны, например, с академическим образованием. Я не сомневаюсь, возможно, это полезная информация. Но если информация о здоровье полезная, то кто-то, кто эту информацию привносит в ваш мир, в мир, возможно, вашей специальности, вашего поиска, однозначно использует ее как рабочий инструмент для зарабатывания денег. И если вы не понимаете, как устроен именно его инструмент, то для вас это информационный хлам. Вы читаете с утра до вечера много чего-то, что вас, возможно, возбуждает эмоционально, дает вам какие-то надежды, дает вам какие-то импульсы, в которых вы ожидаете, что произойдут улучшения. Но если это не увеличивает количество денег в вашем кармане, не увеличивает вашу способность продать что-то, чем вы можете обменяться на этом рынке, развиваясь и становясь все более свободным, возможно, это информационный хлам. Бегите от такой информации. Это первый вам совет. Почему? Потому что сегодня с утра до вечера мы атакуемся все новым и новым, все более изощренным, все более изысканным материалом, в котором мы не понимаем, как сделать правильную оценку, какой критерий поможет нам определиться, нужно ли мне вообще в этом разбираться, хочу ли я это читать или изучать каким-то образом. И первый совет. Если нет объяснения, как именно из этого простым, доступным, понятным способом, легким способом извлечь деньги, как именно это даст вам шанс обмениваться с другими людьми, повышая свой запас жизненной силы, прочности своего бизнеса, своего проекта, продавая, это возможный информационный хлам. Первый критерий, который я хочу порекомендовать вам, для того, чтобы ваша жизнь стала эффективной, ясность, точность, простота, приводящая к увеличению цифр. Также полезная информация, которая позволяет выиграть время. Время – очень важный фактор нашей жизни, и он точно так же оцифрован, и все мы имеем 24 часа в сутки. При этом большинство из нас жалуются на то, что катастрофически не хватает времени. Если информация, которую вы получаете в своем мире, объясняет вам, как стать более эффективной в использовании единицы времени, или распределить свое время так, что жизнь приобретает качество, которое вы мечтаете, это тоже полезная информация, и тоже критерий, который дает вам возможность оценить. Имеет ли смысл вообще дальше об этом говорить, и это изучать. И я говорю вам в самом начале о том, что вам необходимо получить информацию, которая позволит вам больше зарабатывать, больше продавать, тратить времени меньше, а получать больше, для того, чтобы сказать вам, что я попытаюсь доносить до вас именно такую информацию. Одна из моих целей – улучшить вашу жизнь объективно, понятным, простым способом, в результате которого вы скажете, что у меня получилось. И моя история про беляж, которую я рассказал в самом начале, иллюстрация, в которой, возможно, вы узнаете себя, какие-то свои системные сегодня проблемы, ошибки, сбои, которые заставляют вас грустить, или чувствовать себя неудовлетворенным, или, возможно, скорбеть, не осознавать качество своей жизни. любое улучшение, любое изменение в нашей жизни, оно начинается с меня. Я улучшаю этот мир каждый раз, когда улучшаю сам. Улучшаясь сам, я имею возможность помогать улучшаться другим. Но любое изменение, оно начинается с меня. Сейчас нужно показать вот так вот на себя и сказать, я ответственный за свою жизнь. Я ответственный за ее улучшение. Я ответственный за ее качество. Я ответственный за ее осмысленность и смысл, в котором она наполнена. И то, что помогло измениться мне после истории, которые происходили с Беляшом и много похожих историй, это то, что однажды, я, оглядываясь на какой-то простой практический опыт, который повторялся в моей жизни, стал обращать внимание на любые вещи, детали, инструменты, которые позволяют мне достичь отцепрованного результата. И как только у меня стало по мелочам получаться, я стал получать некое первичное удовлетворение от того, что стал осознавать внутри себя, что я могу. И сейчас все вы, кто смотрит меня на экране, я, к сожалению, не вижу ваших глаз, но я знаю, что сейчас вы можете сделать со мной одно простое действие, и никто вам в этом сейчас не может помешать. Наступило такое время в моей жизни, когда я, осознавая, что я ответственен за свою жизнь, стал говорить себе часто, повторяя снова и снова одну простую фразу, я вот так вот додрагивался до себя рукой и говорил себе, я могу. Додрагивался до себя рукой и говорил себе, я могу. Когда в мою жизнь приходили какие-то обстоятельства, испытания, давления, любой человек на них реагировал, иногда негативно, иногда боялся, иногда не находил в себе решительности, и мужество действовать. Но проходило некоторое время, я просыпался однажды утром, смотрел на себя в зеркало, трагивался на себя вот так и говорил себе, я могу. Моя жизнь – это моя ответственность. Я могу достичь всего, чего я хочу в рамках разумного. И поэтому я сейчас прошу вас вместе со мной положить на себя руку и сказать себе простую фразу. Скажите себе прямо сейчас, скажите глубоко, искренне и гордо, я могу. Не важно, что возможно сегодня у вас благие. Скажите себе, я могу. Не важно, что что-то в вашей жизни не получается, у вас нет пока что достаточного навыка. Изменения начинаются с меня, с убеждения о себе самом. Поэтому скажите сейчас себе, я могу. Не важно, если возможно, ваше взаимоотношение с родными и близкими находится в состоянии надрыва или вообще вы находитесь в изоляции. Положите сейчас на себя руку и скажите себе, я могу. Это моя жизнь. Я справлюсь со всем, что приходит в мою жизнь, потому что я могу. Это не простое убеждение, которое я прошу вас повторять. Я дам вам инструменты, которые начнут приносить в вашу жизнь простые улучшения. И мой вам совет. Следите за теми плюсами, которые вы начнете получать вследствие того, что мы будем заниматься. И каждый раз, когда вы будете замечать плюс, вам нужно делать остановку, ложить на себя руку и говорить себе, я могу. Кстати, первый плюс, который вы имеете уже сейчас, это наш с вами вебинар. Вы инвестируете свое время в то, чтобы улучшить, изменить свою жизнь. Я вам за это признателен, потому что вы сейчас изменяетесь сами и помогаете измениться мне. Это первый вебинар в моей жизни. Для меня, в принципе, это и честь, и ответственность, ответственность и осознание того, что несколько десятков человек отложили все свои дела, выключили телевизор, сели перед экраном, ожидая того, что я предложу некие идеи, которые вылучшат вашу жизнь. И понимая это, я сейчас говорю себе, я могу. Но вместе с этим я хочу сказать и вам, если вы сейчас отложили свои дела и смотрите, это меня на экране, осознаете информацию, которую я вам сейчас излагаю, скажите себе тоже, я могу, ты молодец уже, хотя бы потому, что ищешь. Это говорит об одном. Если вы ищете, ребята, однозначно вы найдете и ваша жизнь улучшится. Это начальная стадия нашего с вами общения, в которой я хочу подытожить первый наш блок. Первое. Отбирая информацию, задавайте себе вопрос. То, что я слышу, то, что я сейчас изучаю, то, что мне сейчас предлагают, даст ли мне больше денег и как точно? Второе. Даст ли мне это выигрыш во времени и как точно? Третье. Поможет ли мне это больше продавать, больше обмениваться с другими людьми тем, что я сегодня надеюсь делать или уже делаю? Второе, о чем мы с вами только что поговорили, это о том, что изменения – это я сам, улучшения – это я сам, лучшая жизнь – это моя ответственность. И начиная изменения в своей жизни, начните следить за тем, что с вами происходит, для того, чтобы в момент получения самого минимального плюса говорить себе «я могу». А теперь я предлагаю с вами двигаться дальше. У меня здесь есть доска, и мы поговорим с вами об эффективности, о конкретных инструментах, которые дают шанс действительно разобраться, как же жизнь улучшить. И начнем с банальных вещей. Возможно, многие из вас знают, я знаю, что сейчас этот вебинар смотрят не только те люди, которые видят меня впервые, но и те, кто, кем я уже много лет вместе развиваюсь, изменяюсь. И я хочу начать сейчас размышления на тему эффективности и улучшений с того, чтобы вернуться к нашему всем известному колесу баланса. Колесу баланса. Но я хочу сейчас предложить некий обновленный взгляд на это колесо. И когда мы с вами пытаемся разобраться, как же сделать нашу жизнь эффективной, как ее сделать прекрасной, как сделать так, чтобы она приобрела новое качество, мы должны научиться нашу жизнь балансировать. И новый взгляд на колесо баланса. Я хочу начать с понимания того, что однажды лично я и каждый из вас родился в этот мир. До вашего появления на свет, до даты вашего рождения не было человека, который, допустим, носит имя Сергей Рогановский. Мне сегодня 46 лет, я имею определенный опыт, жену, троих детей, опыт в разных видах бизнеса, в политике. Но все это началось однажды. 29 июля 1966 года я впервые закричал. И если вы хотите начинать балансировать свою жизнь и размышлять о том, как сделать ее лучше, первая спица, которую нам нужно начинать заполнять в нашем колесе баланса, это спица, которую мы назовем я сам. Я сам. Сегодня есть разные идеи, которые нам предлагаются. Вопросы личностного роста, личной эффективности, разные системы, которые мы изучаем и понимаем. И первое, с чего нам нужно начать осознание, как сделать мою личную жизнь эффективной, это осознание того, что первая спица в моей жизни, это я сам. И вопросы личностного роста, и любые другие вопросы, которые вам сегодня предлагают разные школы и разные системы, относятся именно к первой спице вашей жизни. Я – это моя ответственность. Я – это мое понимание самого себя. Я – это мой диалог с этим миром и с людьми, которые нас окружают. Поэтому первая спица, о которой я предлагаю теперь думать и всегда начинать именно с нее, это я сам. Если бы ты не родился, не было бы твоей энергии, твоей любви, твоих способностей, твоих даров, твоих талантов, и все это отношение имеет к пониманию я сам. Следующее, что я могу сделать здесь, вот так. Следующее, что эту спицу я убрали. Следующее, что я понял, что в момент моего рождения, когда я появился на свет, я появился благодаря моей маме, маме и папе. И у меня еще не было ни навыков, ни опыта, ни способностей, ни денег, ничего. И мама и папа появили меня на свет. Поэтому спица, которая является второй спицей в нашей жизни, это спицы семья. 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 И третья спица, которая является бесконечно важной, спица, которая определяет качество нашей жизни, которая определяет то, насколько он успешный, я назвал в спице взаимоотношения. Взаимоотношения. Ну, вы делаете как-то красиво, я напишу вот здесь. Взаимоотношения. Взаимоотношения. Не хочет. Прошу прощения, я не очень хороший художник. Итак, я сам, у меня есть предложение об другу поддержки, перерыв. Итак, давайте будем еще раз. вторая спица купить. Я сделаю вторую спицу помещение. А, отличная идея. Потом делаю вот. Вот так, отлично. Первая спица будет я сам. Я сам. Вторая спица семья. взаимоотношения. Третья спица взаимоотношения. 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 Под взаимоотношениями я еще так же понимаю коммуникацию. Здесь я пишу взаимоотношения. Коммуникация. Коммуникация. Следующая спица, которая для каждого из нас важна, и мы развиваемся, в тростреем, становимся более зрелыми, и в нашу жизнь будет такой понятен успех. 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 Слово успех, я также включаю слово карьера. Карьера. Следующее понятие, которое определяет успешным мы или нет, я выложу такое понятие или какую тему, как деньги. Деньги – это определенный эквивалент, который дает шанс понять, эффективно ли я продвигаюсь по своей жизни, насколько точно у меня получается то, что я планирую и то, чего я хочу достичь. Следующая спица, которая имеет отношение к первой карьере и деньгам, это спица команды. 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 Следующая спица, которая для нас является крайне важной, это спица, называется, здоровья. 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 Спица здоровья. Следующая спица, это спица отдых. И следующая спица, я назвал в этой спице отдых. Отдых. И вот здесь у меня есть одна спица, на которой я пока что еще ничего не написал. Не написал я это по определенной причине. Кстати, сфера успеха и карьера, если взаимоотношение это коммуникация, то успех и карьера напрямую связаны с сосновкой продажей. И с сосновкой древней. То есть если мы говорим об успехе и о карьере, мы подразумеваем под этими словами такие термины, как продажа и время. И я специально даю вам эти сноски, потому что в самом начале вебинара я сказал вам о том, что в первую очередь рубите информационный хлам в своей жизни. Это то единственное, с чего вам нужно начинать изменение своей сути, своей сущности, своего успеха, своей карьеры, самого себя. Избавиться от ненужного. Любая информация, которая не помогает вам приобрести понимание, конкретное, ясное, точное понимание, которое увеличивает количество денег, увеличивает количество продаж и увеличивает количество времени, которое вы качественно используете в своей жизни. Возможно, является для вас бесполезным. И также по колу здоровья. Мы не будем об этом говорить на наших занятиях. Во-прямом здоровья я отношу интимное взаимоотношение и также слово sex относится к здоровью. Просто я хотел обрывать некоторые аспекты специальным образом, потому что мы сейчас в этом будем вместе с вами. Почему я не написал здесь сверху ничего, почему она осталась свободной? Потому что психологически я разделил сам круг на некие сектора, на некие сектора, которые я обозначил целостными терминами. Есть очень авторитетные эксперты в сфере личностного роста, муру, такие как Виктор Пранкл и Стивен Ковид. И тот и другой являются всемирно известными экспертами, допустим, книгу Виктора Крампа «Скажи в жизни да» прошло несколько сотен миллионов американцев. И они считают, что именно книга «Скажи в жизни да» дала шанс на переосмысление принципов устройства жизни и дала ускорение Америки как нации в улучшении эффективности. Также книга Виктора Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей» является бестселлером, который прошло больше 600 миллионов человек. Они оба признаны гуру и они выявляют некие сферы нашей жизни. И в частности сферы жизни успех, карьера, деньги и команда это сферы нашей жизни, которые можно отметить душевную жизнь. Душевная жизнь. «Сферы здоровья, отдыха, хобби» можно отнести к сфере физической жизни. Сферы «Я сам», «Семья» и «Взаимоотношения» в свою очередь относятся по мнению этих авторитетных экспертов в духовной сфере. Духовная. И размышления на тему духовности у всех людей разные. И на сегодняшний день есть в частности три представления о том, как устроен вообще мир, земной шар и как люди появляются на свет, как они существуют, что происходит после смерти. Существует три теории о существовании человечества. Первая теория о том, что все мы произошли из природы, природа наша мать, и она каким-то странным способом дала нам шанс существовать. Когда мы умираем, ничего с нами не происходит. Вторая теория это теория так называемой иллюзии о том, что все происходящее это некая наша иллюзия о том, что происходит с нами, что паттер не существует, что существует пустота, и в принципе человек как бы это некая иллюзия, которую он переживает. И третья теория теория о том, что мир сотворен Богом. Эта теория она обещает вечную жизнь. Теория говорит о том, что мир создан таким образом, что каждый из нас не умирает, имеет продолжение. Кто-то верит в воскресенье как повторение жизни, кто-то верит в то, что человек остается живым в виде души, которая переносится. Но из трех теорий лично я и Виктор Франков и Стивен Кори выбираю теорию того, что мир сотворен Богом, потому что с точки зрения рациональной это вообще самая выгодная теория. Если я произошел от природы и умру, то возможно это трагично. Какой смысл мне будет существовать? Если все это лишь иллюзия, то почему мне больно, если я себя ухожу иголкой? Теория номер три, что мир сотворен Богом, это теория, которая мне нравится, хотя бы даже потому, что она дает мне надежду на то, что я буду существовать и потом, до конца возможно, не понимая, как после того, как мое тело физически будет закопано землю. Поддержив этой теории расскажу еще один небольшой анекдот. В школу приходит, в класс приходит учительница и говорит, дети, сегодня урок атеизма и никакого Бога нет, и каждый из вас может вообще показывать ему дули. Ну и все в классе сидят и тыкают дули вверх. Так, с большим энтузиазмом тыкают дули вверх. А на все на Богу. И он скрестил руки на дуле. Мария Ивановна говорит, Абраша, а ты почему не показываешь Богу дули? И Абраша по этому поводу сказал вот что, если никого Бога нет, то что тогда я буду ему показывать? А если вдруг есть, то зачем же я тогда буду с ним ссориться? И лично я принял решение заочно не ссориться. Поэтому одно из сфер или спирт, который я оставил здесь, это спица, которая подытоживает все колеса. Я назвал спицей Бог. И сфера духовная. И для того, чтобы обобщить, я хотел бы сказать, что для меня это не просто спица, а спица, которая окружает звезд для этого колеса. То есть это важнейшее мое понимание о жизни, важнейшее понимание о ее устройстве. Сегодня я на эту тему больше не буду затрачивать много времени. Если вы не согласны например десятую спицу обозначить термином, каким я предлагаю, Бог, обозначьте эту спицу как духовность. Возможно кто-то думает, что духовность это нечто иное, что у него есть свои представления, свой путь, и возможно духовность читать книги, ходить в театр. Я не стану спорить, потому что вероятно ваше представление оно для вас эффективно и полезно, и я не стану вас переубеждать. Но десятую спицу предлагаю назвать либо Бог, либо духовность. А сферы соответственно у нас разделятся так. Вот это духовность сферы нашей жизни. Я сам, семья и взаимоотношения. Вот эти сферы связаны с душой, команда, деньги и успех. Почему это связано с душой? Потому что душа это эмоция и разум. Эмоция и разум. И то и другое принимает участие в создании стратегий, разработки тактик, приобретении навыков и отличает человека от человека, что дает шанс человеку продвигаться, становиться успешным, правильно использовать время, правильно продавать, зарабатывать больше денег. Это сфера связанная с мышлением и с нашей эмоциональной жизнью и с мотивацией. Сфера же здоровья, отдых и хобби я отнес ее физически, потому что в принципе само по себе здоровье в определенном смысле ассоциируется у нас изначально с болью тела или с отсутствием боли. Также отдых это что-то что дает нам и душевным образом расслабиться и духовным образом расслабиться. Ну например мы спим и спит в первую очередь само тело физически оно лежит. Например мне последние несколько дней снится большое количество снов. Это говорит о том что душа моя продолжает делать работу. Тело мое и хобби я отнес это к сфере тела потому что это некое физическое удовольствие итак у нас есть 10 сфер и сейчас каждый кто находится вместе со мной на сегодняшнем уроке я предлагаю вам посмотреть на эти сферы и по следующей системе вот в центре это точка ноль вот здесь наверху это 10 каждая спица заканчивается десяткой давайте еще раз посмотрим на свою жизнь с точки зрения таких представлений я сам семья взаимоотношения или коммуникации успех карьера мы называем также время и продажи деньги деньги это как отдельная система мышления то есть в принципе многие считают что деньги имеют отношение к карьере но на самом деле они не имеют скажем так непосредственное отношение к карьере деньги имеют отношение к правильной системе мышления о чем мы будем с вами говорить на последующих семинарах обязательно и разберемся почему у одних людей деньги есть у других нет но деньги это очень точный критерий оцепить эффективность в нашей жизни и того растем ли мы или не растем несмотря на то что я бывал банкротом три раза и понимаю что моя честь и достоинство мне напрямую от денег не зависят и можно жить и без денег и с деньгами я сравнивая могу сказать что с деньгами мне конечно больше нравится поэтому наличие в моей жизни денег увеличивает выбор и возможность приобретать время за деньги что дает мне дополнительную скорость поэтому деньги я вывожу в отдельную позицию не относя к карьере потому что сегодня например я не всегда занимаюсь чем-то для того чтобы оплатить какие-то свои идеи то есть я устроил свой мир таким образом что деньги ситуативно могут работать без моего непосредственного контроля участия умножать то есть они размещены в некие системы которые дают шанс разбежаться деньгами не затрачивая на это личного фокуса время следующая команда команда то есть любой успешный процесс это процесс взаимоотношений и обмена другими людьми и даже если вы просто продавец чего-то и работаете сами на себя то все равно то что вы продаете каким-то образом вы где-то получаете из тех денег которые вы зарабатываете вы что-то даете налогу либо делите со своими близкими так или иначе когда я родился моя мама уже была жива она меня родила человек существо социальное и поэтому команда это обязательная составляющая часть нашей жизни осознаем мы это или нет но это каким-то образом влияет на наш мир здоровье отдых хобби духовность и любовь давайте теперь подумаем по 10-бальной шкале вот о чем чем больше я удовлетворен одной из сфер ну каждая из сферы для жизни чем больше качество в этой сфере чем больше удовлетворен чем больше времени я могу на это потратить тем выше оценка если я абсолютно не удовлетворен это ноль если я абсолютно удовлетворен это 10 остальное примерно посредине и я предлагаю сейчас сделать эту работу я ее сделаю вместе с вами у вас на глазах подумав насколько сегодня мое колесо сбалансировано так как я хочу давайте отведем на это пару минут времени и попытаемся для себя ответить субтитры Хорошо, и вы продолжайте размышлять, но если вы уже ответили, то потом давайте предъявить примерные линии и те точки, которые мы поставили на оттягу, и посмотреть на ту фигуру, которая у нас получилась. Эту фигуру для себя можно закрасить. Хорошо. Ну, вот картина моей жизни. Взаимоотношения с Всевышним, для себя я оцениваю сегодня на 8. Личностный рост и то, насколько я даю в своей жизни, оцениваю на 8. Взаимоотношения в семье, семья я оцениваю на 8. Взаимоотношения как таковые, с людьми, которых я окружаю, я достаточно быстро говорю, оцениваю на 8. Карьеру на 7. Деньги я оцениваю на 6. Команды я оцениваю на 4. Здоровье я оцениваю на 5, на 6. Форбик я оцениваю на 7. И хобби я оцениваю на 4. Таким образом у меня получается не совсем ровное колесо. И для меня это в определенном смысле вызов. Вызов, над которым я думаю. И сегодня я планирую мне книги «Радитальные вещи» в апреле месяце, например. Сейчас моим хобби является написать книгу. Я пишу книгу, которая называется «Деньги». И одна из задач книги – помочь любому человеку быстро понять механизм денег, осознать, почему одни люди богатые, а другие у других не получается разбогатеть. И что нужно в себе изменить для того, чтобы у тебя были деньги. И видите, тут у меня 4. Потому что я загружен каким-то количеством параллельных вещей. Я для себя планирую выделить время целую неделю, выединиться на 30 книгу, чтобы потянет одно из колес, одно из спиц в моем колесе баланса. Также, например, вопрос денег. Для меня вопрос сегодня, я оцениваю его на 6. Хотя я имею достаточно большое количество собственных денег. Но у меня в голове есть некоторые проекты, которые я не могу реализовать быстро, самостоятельно и так, как мне хочется. Мне нужно тоже эту сферу свою жизнь развивать. Но я сейчас говорю с вами вот по какой причине. Если, например, спится деньги у вас не очень и спится успех у вас не очень, то я хотел поговорить сегодня именно об этом. Почему, возможно, существуют неудовлетворенные состояния и провалы в вашей жизни? Есть три главные первично эффективные механизма, о которых нужно поговорить с вами для того, чтобы понять, что же реакциальным образом в ближайшее время менять. Есть три идеи, которые являются известными, возможно, вам идеями. И эти идеи о личной эффективности, которые транслировал Стивен Коби. Он транслирует их в своей книге «Семь навыков высококом эффективных людей». И первая идея, которая я считаю очень важной, идея на данный момент, связана с тем, что жизнь происходит либо в круге вашего влияния, либо вне круга. И вот здесь вот круг моего влияния, а вот здесь некуда. Это первое, с чего нужно научиться вносить эффективность в своем юрии. Ну, вернее, второе, потому что первое, как мы с вами узнали, надо избавиться от информационного хлама и не проводить время в тех ресурсах и размышления над тем материалом, который не даст вам однозначного простого понимания больше денег, больше продаж и больше времени. Второе, для того, чтобы это начало с вами происходить, вам нужно осознать, что у вас есть круг вашего влияния. Есть система мышления людей в центре круга и вне круга. Сам по себе круг влияния вне круга – это идея Стивена Холли. Ну, это тоже неусобственно, интерпретировано, но он ее тракует вот так. Например, порядок вот сегодня на Украине разбитые дороги. Непосредственно разбитые дороги, по которым мы с вами ездим – это круг моего влияния? Однозначно же, наверное, нет. А пол в моей квартире, в которой я живу – это круг моего влияния? Вероятно, да. Потом склоки в парламенте, которые происходят сегодня, там выяснение отношений, если вы не депутата полного совета и не руководитель какой-то партии – это круг вашего влияния. А взаимоотношения в семье и на вашей кухне, на вашем семейном парламенте – это круг вашего влияния? Потом, например, идеи, что сделала Феррис Хилтон или кто-то, я не знаю, какая-нибудь там сверхсенсация, модель, актер, футболист, Бекхэм, Мауриньо – это круг вашего влияния? Нет. А то, что делают ваши дети и вы сам? Однозначно, это круг вашего влияния. И первое, о чем вы должны начать думать, что сфера денег в вашей жизни, она тоже может находиться в круге вашего влияния и вне круга вашего влияния. И вы, возможно, не осознаете, что большую часть того, что вы делаете в сфере денег, находится вне круга вашего влияния по одной простой причине. Во-первых, вы не задумываетесь над этим. Во-вторых, вы соглашаетесь обменивать свое время, начитать чужие идеи, не проговаривая точно своего интереса и не заботясь о том, чтобы денег становилось больше. И по этому поводу есть система мышления людей, которые находятся вне круга. Это мышление бедных людей. Бедные люди думают о том, что плохо, что не так, что им не нравится. И самое важное, они думают, кто в этом виноват. Причем они не тыкают пальцем. Они не говорят, в этом виноваты они. Они делают это более тонко и изысканно. Например, женщины вздыхают и говорят, лучшие годы моей жизни отданы ему. А потом, а могла бы. И начинают думать, что могла бы. И таким образом находится вне круга своего влияния. Потому что круг влияния – это улучшение взаимоотношений с мужем и создание прочной семьи, что является главной энергетической силой такой системы. мужчины думают, я деньги зарабатываю, а она. И в случае, когда она думает, что лучшие годы отданы ему, она думает, что виноват он. Когда он думает, что я деньги зарабатываю, а она, получается, что виновата она. Кто-то вздыхает и говорит, родители в детстве меня не любили. Тогда, получается, виноваты родители. Это мышление вне круга нашего влияния. Мы вздыхаем и говорим, у всех дети как дети, а мои. И это тоже мышление вне круга влияния. В одном случае виноваты родители, в другом случае дети. Потом кто-то говорит, кризис – это мышление вне круга нашего влияния. Кризис не виноват. Я могу в любое время, в любом месте задавать себе вопрос, как продавать больше, как продавать чаще, как продавать дороже, как продавать, 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 и как от этого выигрывать и деньги, и время. Это круги моего влияния. Например, вне круга влияния вздыхать и говорить. Ой, мы за них голосовали, а они опять за свое. Это мышление вне круга влияния. Ты говоришь, что политики виноваты за то, что так живешь или что они могут сделать твоих жизнь лучше. Это никогда не произойдет. Мышление человека внутри круга влияния – это вопросы, которые звучат вот так. Первый вопрос – что точно? Что точно? Конкретно измеримо на время. Второй вопрос – как достичь? И здесь вот так. Все начинается с того, что у нас есть мечта. И мечта – это что-то, что является интернациональным и по отношению ко всем. И все люди без исключения мечтают. Но как только к мечте добавляется срок, то есть мы выставляем дату. Мечта – это наше желание. Желание. Как только мы к ним добавляем срок плюс время, это становится что точно? Или целью? Если у мечты есть тайминг, и мы думаем это сделать на время – это уже цель. Если у нас есть цель, и мы добавляем размышления о ресурсе, какой ресурс мы используем для растяжения нашей цели? Как достичь? Это уже план. План. И следующее – как пойму, что достичь? Как пойму. Как пойму. Это уже энергия, которую мы выделяем для того, чтобы и что точно, и как стала нашей реальностью. Как пойму – это определённость нашей мотивации. 20 дней на месяц. И теперь хочу сказать вам вот о чём. Что люди, которые живут вне круга влияния, у них вот какая система мышления. Они думают о том, что хорошо или что плохо. Богатые люди так не думают. Люди, которые находятся в круге влияния, они не думают хорошо или плохо. Они думают, интересуют или не интересуют. Если не интересуют – это вне круга. Если интересуют – это внутри круга. Также они не думают о том, что правильно, что неправильно. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Правильно, неправильно. Чтобы как у людей. Они думают о том, работает или не работает. Если это работает – это в круге моего влияния. Если не работает, это вне круга. Также они не дают обещания. Бедные люди страдают от того, что они проявляют свою значимость, обещая другим что-то. Как это происходит? Например, к тебе приходит кто-то и говорит, слушай, я хочу тебя чего-то попросить. И бедному человеку от этого приятно, он чувствует себя значимо. И он говорит, ну давай я подумаю. Человек обнадеженный уходит. Проходит некоторое время, человек приходит снова и говорит, слушай, ну как там моя просьба? Какая просьба? А я говорю, а-а-а, давай я еще подумаю, еще подумаю. Он второй раз дает обещание, человек снова уходит. Потом человек обнадеженный, что тебе помогут, появляется снова, приходит в третий раз. И начинает уже вас раздражать. И вы думаете, что ты ко мне ходишь? И в конце концов набираетесь силы сказать правду. Вы говорите, знаешь, ну у меня не получается тебе помочь. И человек начинает выявлять, ну как бы, недовольство. Возможно, злится на вас, говорит что-то негативное. И вы потом в душе думаете. Но ничего себе, это за то, что я помогаю, люди так неблагодарны. Когда вы так себя ведете, вы входите в созависимость человека, с человеком, тратя время и энергию вне круга своего влияния. Если вы хотите остаться внутри круга своего влияния, то у вас должно быть два слова, у богатых людей два слова. Да, это да, мы делаем это вместе, возникает ответственность, когда это может быть влияние. Либо нет. Если вы хотите стать богатым человеком, вам нужно тренироваться, начинать говорить нет. Очень важно тренироваться, говорить нет. Нет, это отличное слово. Слово, которое освобождает вас от неприятности, от потери времени, от потери энергии, на те взаимоотношения, которые ни к чему хорошему не приведут. Итак, круг моего влияния, это что точно? Это мечта, у которой появилось время. И как пойму, что достиг, это некая энергия, мотивация, которая вкладывается в то, что я достиг. И бедные думают о том, что плохо, что не так, что не нравится, кто виноват. Богатые думают о том, что точно, как пойму и как я могу этого достичь. Также бедные думают хорошо-плохо, богатые думают интересуют-не интересуют. Бедные думают правильно-неправильно, богатые думают работает-не работает. Бедные обещают, богатые говорят нет. Это то, что поможет вам вакутироваться в круге своего влияния. Но, если вот здесь, на предыдущем слайде, который я сейчас не могу перелеснуть, у вас сфера денег и сфера карьера маленькие, первое, о чем вы должны задуматься, это возвращение самой идеи денег в круг вашего влияния. Если вы продали свое время за деньги, делегировали свою ответственность кому-то, не расстраивайтесь, что у вас мало денег. Это первое. Второе, если вы не научились бить клим, а это мы с вами будем учить на следующих занятиях, у вас тоже будет жизнь, возможно, и будет приносить вам больше денег. Но качество жизни от этого может не увеличиться, потому что, если вы хотите, чтобы деньги остались в круге вашего влияния, вам нужно научиться бить клим. Следующее, что нужно с вами узнать, что эффективность жизни также связана с нашей способностью вернуться в квадрант важного и несрочного. Это тоже есть, где находится важное и несрочное. Вот здесь находится важное и несрочное. Здесь находится неважное и несрочное. А здесь находится неважное и несрочное. Так вот, информационный муцер, который вы каждый день варите, смотрите, обсуждаете, обмениваетесь губами, записками в Фейсбуке, находится в сфере неважного и несрочного. Либо неважного, срочного. Либо важного и срочного. Например, кто-то вас запарил за что-нибудь заплатить, и вы платите за что-то, в чем не понимаете, принесет оно вам точно деньги, увеличит ли оно в вашу продажу, добавит ли оно вам больше времени. Как только вы заплатили за это, не подумав, это важное и срочное. Почему? Важное, потому что вы за это заплатили. А срочное, потому что вы принимаете решение, не осознавая вообще, интересует вас быть более богатым человеком, иметь больше денег, иметь более качественную жизнь. И нужно изменять свою систему мышления, научившись перетягиваться именно в этот квадрат. Возможно, мое занятие не даст вам какой-то пользы, которую вы рассчитывали. Тогда я прошу вас, не приходите в следующий раз, не платите мне никаких денег, не оставляйте сегодня никакого лайка, что вам понравилось. Просто ищите дальше. Но если, например, вы начинаете видеть какой-то рационализм и осознавать реальность моих подсказок, то я приглашаю вас не только заниматься вместе, вот сегодняшний вебинар. 27 марта этого года будет потрясающий семинар, который называется «Сила достижения». Семинар, который научит вас за 4 часа, он будет стоить всего 120 гривен, 120 гривен, 4 часа, тому, как быстро в свою жизнь привносить изменения, привычки, навыки, убеждения, и делать то, что вы хотите делать, и перестать делать то, что вы не хотите делать. Такой базовый потрясающий семинар, который поможет вам быстро разобраться, как жизнь делать более эффективно и качественно. Потому что вебинар такого шанса не дает. И если вы попадете на этот семинар, мы узнаем, каким образом в нашей жизни приобретает мощь важная и срочная, каким образом мы попадаем в круг своего влияния, втягивая деньги в этот круг влияния, и как мы делаем именно то, что мы хотим делать, что влияет на мою жизнь и на жизнь других людей, и не делает все то, что находится вне круга моего влияния. И третье, еще о чем я хотел вам сказать сегодня, так как время уже из буквы, я вижу, это также идея Стивена Кули, идея проактивности. Идея очень простая. Есть вещи, которые являются фактами, которые на нас влияют, факты, факты, и же называют раздражителями. И есть реакции, которые создают массу этих фактов. Реакции. Ну, например, у вас, возможно, есть какой-то такой человек, которого вы не перевариваете, причем присутствует вам некомфортно. И вот давайте вспомним, возможно, была какая-то такая история. Вы стоите с кем-то, весело разговариваете, у вас хорошее настроение, вы мотивированы, и вам весело, и периферийным зрением, периферийным зрением, вы замечаете, что этот человек, по-моему, только что появился перед вами, ну, где-то здесь рядом стоит. Он ничего вам не говорит, ничего плохого не делает, просто он краем глаза вы видите, что он появился. И вы видите, как настроение ухудшилось, радость ушла, и вы начинаете реагировать на этого человека факт, который вызывает в вас неправильную реакцию. Отличным открытием, которое создало глобальные перемены в мире и в этой жизни, явилось открытие того, что между раздражителем и реакцией есть огромное количество выбора. И это огромное количество выбора является нашей способностью, каждого человека встроенной. Эта способность, которую мы имеем внутри себя, разграничивает мышление бедного и богатого, разграничивает оценки этой жизни между хорошо-плохо и интересует-не интересует, между правильно-неправильно и работает-не работает, между обещаний или мужества говорить нет в тот момент, когда ты не уверен в том, что будешь это делать. И также эта способность выиграть помещает нас в круг нашего влияния и дает нам возможность понять, как попасть в сферу важного и срочного, чего я всем желаю вам в ближайшее время. Приглашаю вас 27-го числа прийти на семинар, который называется «Сила достижения», о том, как приобрести новые привычки, новые убеждения, новые способности, быстро, не мучаясь, изменить свою жизнь. 120 гривен в бизнес-центр Тауэр, мы об этом еще напишем, там красивый конференц-зал, где мы с вами пройдем потрясающее время, и вы потратите денег столько, сколько возможно не удастся поужинать даже за эти деньги. Я приглашаю вас прийти, присоединиться. Также хорошая новость, что мы будем продолжать вебинары. Следующий вебинар будет через две недели, мы будем с вами системно раз в две недели продолжать заниматься. Если вы находитесь где-то далеко, в России, возможно, в Хабаровске, в удалении, не сможете прийти на семинар, мы будем поддерживать с вами интерактивное общение, и мне интересно узнать ваши отзывы о том, о чем мы говорили сегодня. Я извиняюсь за то, что, возможно, было немножко субботно, потому что это мой первый опыт проведения вебинара. При этом я очень рад, что я вместе с вами его прожил, и теперь и я, и вы можете сказать себе одну простую вещь. Я могу оставаться в путье своего влияния. Я могу оставаться в сфере важное, несрочное. Я могу между раздражительным и реакцией поставить выбор. И что касается всей информации, которая вдыхает мою жизнь, и огорчает ее, и делает ее неэффективной, я могу научиться оценивать. Та информация, которая пришла в мою жизнь, дает ли она мне шанс заработать деньги, и как точно, и как быстро это со мной может произойти. Выигрываю ли я от этой информации время, и изменяет ли это мое качество жизни тем, что я становлюсь человеком, который за меньшее время начинает получать больше результаты, и я освобождаюсь от того, что у меня до этого тяготило. У каждого из нас сегодня есть свой беляж. Беляж, который мы не можем себе позволить купить. И я как друг попытался донести до вас некие простые идеи, некие простые убеждения, которые мне помогли сегодня выбирать еду или то, к чему я стремлюсь, сделая меня более эффективным. Возможно, я не до конца еще свободен, но на 80% жизни я стал счастливым человеком, сбалансированным. 20% жизни у меня по-прежнему турбулентности, не всегда получается быстро то, что я хочу, но при этом у меня колесо баланса, которое вы с вами нарисовали, оно достаточно круглое. Я искренне и честно рисовал его приванс. Видите, у меня большинство восьмерок. Нет предела совершенства, поэтому я не стану себе видеть. Но оно достаточно может катиться. И те спицы, которые у меня провалены, спица команда и здоровые ходы, это сегодня объективные вызовы для моей жизни, которые я собираюсь в ближайшее время менять, чего советую и вам всем. Ну и спасибо большое, что мы с вами сейчас продолжаем диалог, дискуссию. Я хотел бы ответить на какие-то вопросы, которые у вас возникли, и сейчас мне Сергей поможет услышать эти вопросы. Да, я... Внимание, вопросы. Сейчас. Так, я скажу. Ну вот многие, может я тоже что-то отвечу за Сергея, многие спрашивают, будет ли про этот семинар 27 числа, как можно поучаствовать, если он не в Киеве, потому что это будет происходить в Киеве вечером, в 6 часов вечера, с 6 до 14 часов вечера. Но у нас будет, я скажу, у нас будет проводиться запись. Запись, да. И потом вы эту запись сможете приобрести. Дальше. Как с нами связываться? Вот вы видите, Иван написал, I'm Training. Вот. В Фейсбуке найдите нашу группу, I'm Training. И вы сможете быть в курсе всех последних новостей, которые происходят. Вот. Также вы можете заходить на наш сайт, но сегодня неожиданно, да, у нас произошли технические проблемы, там, хостинг и так далее. Вот. Мы эти проблемы разрешим, так что пока что мы будем с вами общаться через наши социальные сети, это Facebook и ВКонтакте, вы можете найти наши группы, вот, найдя I'm Training. Вот. Ну, может, еще у кого-то вопросы, может быть, по теме какой-то. Было ли вам все понятно, скажите, может, еще бы вы хотели бы, хотели бы вы там услышать какие-то дополнения, разъяснения и так далее. Если вам все было понятно, вы благодарны и так далее, нажмите просто плюс. Вот. Еще? Да, ну а пока Сергей, да. Да. Еще я думаю, что можно накопить вопросы, вы можете спросить меня о том, о чем вы хотели бы поговорить, что вас беспокоит и интересует, и мы могли бы вот в каком-то режиме в следующие вебинары вставлять ответы на ваши вопросы как некие виды опыта или теории или практические инструменты, потому что мы занимаемся не только академическим преподаванием, а мы занимаемся преподаванием именно процессов. То есть делай раз, делай два, делай три, проводим тренинги и способны помочь вам в простых базовых улучшениях. Точнее, мы можем помочь вам научиться лучше продавать. Продавать лучше, быстрее, больше, дороже, продавать, продавать, продавать. Можем научиться быть лучшими коммуникаторами, эффективными спикерами и осознать, что презентация, любая презентация имеет логику, которая должна завершаться обязательной продажей, от которой мы выиграем либо деньги, либо приверженная дапа следователей, либо согласие людей проинвестировать на что-то время. Также мы можем научить вас тому, как иметь больше денег. И у нас есть целые системы, механизмы, которые мы сейчас дорабатываем. С осенью мы будем специальным образом позиционировать продукт на рынке, но уже сегодня вы можете с нами в общение, мы можем об этом говорить. И, возможно, появились какие-то вопросы? Да, повторите третий пункт, как ты говорил. Три пункта. Три пункта. Третий пункт – это был пункт про активность. По квадрату, да. Вот некоторые мы тут пишем. Вот это? Правильно? Да, да, да. Правильно. Может быть, еще пару минут. Да, хорошо. Стория про активность. Я расскажу чуть побольше. Сама тюрия появилась в тот момент, когда известный психотерапевт Виктор Франков попал в концентрационный лагерь. И он в концентрационном лагере пробыл много лет. И книга «Скажи в жизни да» – это небольшая книга, которую я всем вам советую прочесть, потому что она вселит вас и надежду, и понимание смысла, и улучшит вашу внутреннюю силу. Книга, в которой есть первое упоминание о том, как Франков, находясь в концентрационном лагере, нашел форму, которая позволила ему выжить. То есть все люди, которые его окружали, были убиты. Практически не осталось того, кто выжил вместе с ним. Он выжил по одной простой причине. Он выжил по причине того, что обнаружил, что для того, чтобы жить, нужна сила, внутренняя мотивация. И нам для достижения нужна сила, внутренняя мотивация. Чтобы достичь успеха, доработать деньги, построить свою карьеру, необходимо иметь внутреннюю силу, вложенную во время по ходу достижения определенной цели, заранее намеченной. И эта сила связана с выбором, который возникает на основании четырех составляющих. Я просто вам более подробно расскажу, что же обнаружил Виктор Франкл, какие составляющие. И первая составляющая, которая ухаживает нас, это способность самоактуализации. Что это за понятия? Каждый из нас, все мы без исключения, можем в какой-то момент времени посмотреть на себя со стороны. Вот, допустим, понять, как мы себя ведем, как мы сейчас себя видим, насколько мы им казанны, правильно или неправильно мы говорим. У нас есть способность заметить что-то, что мы делаем. Кто-то понимает, да? Способность посмотреть на себя со стороны. Ну, я люблю шутить, например, таким образом. Вот вы сейчас сидите перед экраном, я не вижу вас, я знаю, что вы на меня смотрите, поэтому я вам глазки, рубашки, веду себя пристойно. Кто-то, возможно, сидит в курсах, да, развалившийся, там, ковыряет в носу или что-то, возможно, еще делает не самое, скажем, эстетичное. И представьте, например, в этот момент кто-то неожиданно из гостей, кому вы с уважением относитесь, заглянет в вашу комнату. Вы будете продолжать смотреть вебинар, но при этом начнете вести себя наверняка по-другому. Вы сразу измените свою модель поведения, пытаясь производить на человека более позитивное впечатление. И эта способность замечать за собой, как я себя веду, каким-то образом на себя влияет, называется самоактуализированность. Мы способны посмотреть на себя со стороны. Следующая способность, из которой состоит наш выбор, это способность визуализировать. Визуализация. Визуализация – это главный источник нашей энергии. Вот, например, вопрос, когда у человека депрессия? Депрессия, как правило, приходит тогда, когда у нас нет уверенности в завтрашнем дне. Мы не понимаем, что с нами произойдет, мы боимся, что что-то в нашей жизни не восстановится, либо исчезнет. Это на нас давит, и мы испытываем удовлетворенное состояние. Но в тот момент, когда неожиданным образом появляется какое-то обидение, такая идея, которая дает надежду, у нас появляется и энергия, и желание действовать, и способность визуализировать – это одна из составляющих выбора. Мы можем определенным образом рисовать себе картину в голове. Например, давайте сейчас сделаем одну простую вещь. Давайте скажем сейчас себе «Я могу». Давайте скажем сейчас себе «Я могу». Давайте еще раз скажем себе «Я могу». А сейчас закроем глаза и представим себя на вершине горы. Представим себя человеком, который по-настоящему может. Человеком, который наполнен силы, энергии, энтузиазма, опыта, понимания, всего, что нам необходимо для достижения наших целей, всего, что нам необходимо для того, чтобы успех в нашей жизни стал реальностью, этой очевидностью, всего, что нам нужно для того, чтобы иметь деньги. И стоя так на горе, внутри себя сейчас громко закричим в небеса, чтобы небо слышало «Я могу». И небо сотрясается, потому что слышит наш голос. И с неба приходит ответ. Мы наполняемся силой и избытком. Мы становимся людьми, которые способны в завтрашнем дне сделать что-то особенное, что-то по-другому. Мы переисполнены энергией и избытком. И в этом состоянии мы сейчас вернемся, открыв глаза, посмотрим друг на друга. И я хочу спросить вас, у вас получилось это пережить? Это называется визуализация. Сейчас вам не понадобилось ничего уплатить, не бегать ко внуто для того, чтобы кто-то вас там мотивировал. Вы закрыли глаза и при моей помощи представили перемены, переменную энергию, которая произошла внутри вас. Это то, что всегда влияет на наш выбор. Наш выбор, он наполнен силой. И выбор наполнен энергией. И выбор наполнен энергией, которая проходит из видения, из картинок в нашей голове. Либо я вижу себя победителем на горе, успешным человеком, который проясняет свою цель, движется к ней. Либо я смотрю под ноги, либо назад. И тогда у меня отрицательная энергия, возможно, депрессия. И это вторая, представляющая того, что есть выбор. Причем мы способны заметить, как мы сейчас себя ведем и что мы чувствуем. Если мы замечаем, что мы сейчас как бы не в ресурсе, мы можем посмотреть и сказать, ага, надо меняться. И тогда мы можем начать визуализировать улучшение нашей жизни либо самостоятельно, либо еще лучше. Я советую вам, рассказывайте другим людям о своих мечтах. Не переживайте, что, возможно, вы кому-то рассказываете одно и то же. Рассказывайте о своих идеях, о мечтах. Это будет помогать вас, увлажать вам видение, будет наполнять вас энергией. Если у вас депрессия, бегите к кому-то, вспомните, о чем вы мечтаете и рассказывайте человеку о том, что, о чем вы мечтаете. К мечте добавьте, возможную дату, скажите, а вот через три года я по-любому буду жить в своем доме. И потом начните думать, что этот дом будет двухэтажный, что у него будут красивые окна, рисуйте в своем голове картинку. В будущем я вам расскажу историю, когда один мой друг, не имея денег, таким образом построил свой дом, он визуализировал. Третья составляющая выбора называется свободная воля. Свободная воля. Свободная воля. Это то, что является непосредственно рубильником. Да, нет. Вперед, назад. Это наша способность заниматься самоавтализацией, заниматься визуализацией и наша способность определять, какой выбор я точно сделаю. Еще свободная воля дает нам шанс держать паузу. Вот, что я хочу вам еще сказать. Дополнительная информация. Управляет ситуациями и жизнью тот, и держит паузу. И свободная воля это как раз инструмент, который дает шанс держать паузу. В будущем мы с вами этому получим. Последнее, соответствующее выбор является совесть. Смотрите. Это некий встроенный вовнутрь нас механизм, который подсказывает нам, что что-то возможно в нашей жизни не до конца так. Возможно, у вас бывало такое, вы приходите домой, садитесь за стол, ну, кто-то из ваших близких смотрит на вас и говорит, что такое? Вы говорите, да, наконец-то, я сделал это, утер нос, настало время справедливости. Потом вы садитесь перед телевизором, смотрите, и опять говорите, я сделал это, я утер нос, настало время справедливости. Потом вы ложитесь, перед сном читаете книжку и говорите, настало время справедливости. Потом вы пытаетесь заснуть перед сном в бормочке, настало время справедливости, потом вы ночью просыпаетесь и понимаете, что что-то повторяется в вас, что вас не удовлетворяет. Несмотря на то, что, как вам кажется, настало время справедливости, есть что-то, что, возможно, вы сделали не так, это требует исправления. Вот это чувство, что что-то вы сделали не так, это требует исправления, и есть ваша совесть. Итак, выбор состоит из вполне понятных инструментов самоактуализации, визуализации, свободной воли и совести. И все это дает нам шанс выбирать правильные реакции или правильные алгоритмы, а точнее жить в круге нашего влияния, заниматься важным, несрочным и в момент, когда что-то нас раздражает, визуализировать лучшее будущее, вести себя как богатый человек. Говорить да или нет, говорить, оценивать, нехорошо, плохо, интересует, не интересует, неправильно, неправильно, работает или не работает, двигаться вперед, делая свою жизнь все более и более эффективной. Хорошо, есть еще какие-то вопросы? По квадратам? По квадратам? А кто задает этот вопрос? Роман, смотрите, жизнь состоит из того, что иногда мы живем как пожарники. То есть возникают какие-то экстренные обстоятельства, от которых мы никуда не можем деться, и мы делаем что-то, потому что это требует немедленного участия. Ну, например, раскололся зуб, надо ехать к новому врачу, да, или, допустим, возникла какая-то ситуация, пробили колесо, надо его менять. Есть вещи, которые важны, и они для нас срочны. Но если мы не размышляем над тем, как мы живем, то большую часть нашей жизни, вероятно, мы проводим как пожарники. Потому что мы не работаем над главными вещами в своей жизни, а ситуативно разбиваем завалы, которые навалятся в нашу жизнь, новое слово. Мы откладываем на завтра то, что можем сделать сегодня, проводим время вне группы нашего влияния, и это, в конечном итоге, приводит в нашу жизнь какие-то проблемы, долги, какие-то обстоятельства, которые на нас давят, и мы вынуждены находиться в важном и срочном. Но качество жизни находится в важном и срочном. Так, правило, те вещи, которые большинство из вещей, которые мы с вами нарисовали в колесе баланса, таких как семья, или здоровье, или взаимоотношения, кажутся нам важными, но они не являются для нас срочными. И мы постоянно откладываем что-то на потом. Позвонить маме, поговорить со своими детьми, проинвестировать в свое призвание или предназначение. Мы делаем домашнюю работу по чьей-то указке и не делаем свою собственную домашнюю работу. И важное, не срочное, это как раз сферы, которые составляют качество нашей жизни и наши истинные ценности. Взаимоотношения с Богом, взаимоотношения с родными и близкими. Успех и карьера, которые строятся правильным образом, не интенсивным изнашиванием в своей жизни, а правильными алгоритмами, которые освобождают нас все больше и больше, дают нам достаточное количество денег для того, чтобы мы занимались важным и не срочным. Например, много ездили в отпуск, занимались своим хобби. Это некая сфера, на которую стоит обратить особое внимание. Ни хрен говорит зарядку делать. Да, вот, например, важно делать зарядку. Зарядка относится к важному, не срочному. Потому что от того, что ты ее сегодня не сделаешь, ничего не происходит. И от того, что ты ее не делаешь много лет, вначале нет очевидных сбоев, особенно если ты молодой человек. Смотря и у меня, сейчас видно, что последние пару месяцев делаю зарядки мало. Видите, я не занимаюсь важным и не срочным, потому что у меня там много важного и срочного. Я ездил в Анапу, взял с собой кроссовки вчера, побегать не успел. Потому что у меня там были важные и срочные. С одним поговорить, со вторым поговорить. Я, несмотря на то, что время было, я слукавил, не побежал. И поэтому имею последствия. Потом, неважное и срочное, это что-то, типа, вот, пришел очередной, какая-нибудь, вы там зашли в интернет, типа, отправить письмо, смотрите, а там написано, Янукович пукнул. И вы думаете, а, интересно узнать, где же это он пукнул, как он пукнул. И начинаете идти по ссылкам, оказалось, что не пукнул. Оказалось, что что-то там такое, но вы уже увидели, что Путин все-таки уделался. И вы начинаете идти дальше по ссылкам и тратите свое время на что-то, что находится вне круга вашего влияния. Для вас это не является важным, но становится срочным, потому что вас контролирует, затягивает непонятные миры. Неважное и не срочное, ну, это какие-то вещи, которые можно делать, можно не делать. Например, можно почистить ботинки, если у вас есть убеждение чистить, можно не чистить, потому что, в принципе, это не срочно и не важно. Например, вы сейчас моих ботинок не видите, не знаете, чистые они или нет. И это какая-то категория дел, которые тоже в нашей жизни есть, в принципе, от которых мы можем долгое время откатываться. Важным пониманием изменения жизни является то, что важные и срочные дела надо научиться диригировать. И только мы научимся их диригировать, мы будем все больше времени освобождать на важное и не срочное. А диригировать мы будем их тем, для кого наше важное и срочное является их важным и не срочным, когда жизнь станет полноценной. Хорошо. Роман понял. Спасибо, Роман, что вы поняли, спасибо, что вы интересуетесь. Я очень рад тому, что это общение стало реальностью, очевидностью и вдохновлен тем, что вы благородные, красивые, сильные люди, которые мечтают изменить свою жизнь. Что вы вкладываете свое время в улучшение, в развитие. Я вам за это очень благодарен. Потому что вы пришли, сегодня поддержали меня, и меня это занятие точно так же улучшает, как и вас. И еще раз приглашаю вас 27 числа в бизнес-центр Тауэр на 18.30 прийти на семинар, который называется «Сила достижения», где мы с вами научимся за 4 часа очень быстрым, эффективным инструментом приобретения новых привычек, новых убеждений, нового опыта. И научимся делать то, что мы любим делать, и как перестать делать то, что мы не любим делать. Приглашаю вас приходить, и следующая наша с вами встреча произойдет через 2 недели. Мы об этом будем отдельно сообщать. Я предлагаю общение сделать регулярными. У нас будет общение, как сейчас, вебинар. И мы с вами, возможно, раз в 2 месяца будем съезжаться на крупные мероприятия, на которые будем получать много энергии, энтузиазм, усиленные знания, которые позволят нам делать нашу жизнь более эффективной, к чему мы сами все и стремимся. Большое спасибо за внимание, за то, что вы пришли. Я прошу вас написать отзывы. Напишите, насколько вам было ясно, понятно, потому что мне хотелось бы это понять. Напишите из того, что я сказал, поняли ли вы хотя бы немножко, как сделать так, чтобы это принесло мне больше денег, либо больше продаж, либо выигрыш во времени. И может быть какие-то подсказки, что мне делать по-другому, как мне себя, возможно, вести, что мне изменить, потому что это мой первый опыт. Я первый раз провожу вебинар. Я чувствую, что он прошел отлично, что я молодец и вы молодцы, что вы дослушали до конца, при этом все равно хотелось бы улучшиться. Я жду от вас комментариев и записок. Большое спасибо. Третьимся 27-го на семинаре. Пока. Я вас жду, Сергей. Хорошо. Спасибо, Сергей. Я хотел еще на некоторые вопросы организационные ответить. Значит, куда писать? Ну, по поводу записи. Запись у нас сейчас ведется, она будет в интернете, на нашей группе в Фейсбуке. Айм Тренингс там выше уже писали, наше имя в Фейсбуке. Я прошу там написать еще раз. По мной тут Саша, который писал. Саша, напиши еще раз, пожалуйста. В нашей группе ВКонтакте это тоже будет запись. Вы сможете еще раз ее посмотреть. Еще Сергей Разводовский тоже есть в Фейсбуке, есть его личный аккаунт. Если вы хотите... Вот, вы видите нашу группу в Фейсбуке. Если вы хотите Сергею написать лично, тоже он отвечает на Фейсбуке, уделяет специально этому время. На Фейсбуке отвечает на ваши вопросы, дает советы и так далее. Можете тоже добавляться туда, к нему, к друзьям. Вот. И буквально вот завтра, послезавтра мы выложим запись сегодняшнего вебинара. И мы просим вас тоже прокомментировать, что было полезно, что было не полезно. Михаил пишет по поводу слайдов, тоже мы над этим будем работать, подготовим для следующего вебинара специально слайды, чтобы было действительно понятнее, потому что эти записи сегодня мы понимаем, что были немножко такие довольно схематические. Постараемся сделать слайды, чтобы все было более визуально для вас. Хорошо, ну тогда, друзья, всем спасибо, мы, как и обещали, ровно полтора часа проходил наш вебинар. По поводу следующего вебинара мы постараемся сделать и имейл-рассылку для тех людей, которые регистрировались по имейлу. Вывесим на Фейсбуке. Вот Марине понравилась доска. Вот. Отзыв вы напишите в это видео, которое мы выложим в группе на Фейсбуке. Вот, еще раз, вот, ВКонтакте вот есть группа, и есть группа в Фейсбуке. Ну хорошо, друзья, все, тогда спасибо, что вы сегодня были с нами, мы благодарны вам, надеемся, вы благодарны нам, и до скорых встреч, ждите нас, увидимся. Все, всего хорошего. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...